камасутра и что-то там а сама помощь для женщин не знаю что не имеют ввиду но мы в gta 5 сюжетная линия и у нас назначена встреча так что всем привет майкл полага сейчас удачное время чтобы начать операции на бирже вот тебе ссылка для начала покупай дешевле продолжай продавать дороже да 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 главное начать а как выбирать остальные машины мы что сохранили как и мотоцикл у нас тут был и машина нам нужно по молодежи не что-нибудь на своей поаккуратнее будем ездить там еще и женщина за рулем цепану все-таки чуть-чуть это он здорово придумал если я педальку не приотпустил он бы щас влип вернее мы в него влипли я в долгу перед тобой может тебе достать там чего-то и чего и где разбежались она нам ничего не надо нам не туда главное не перепутать мы плохой парень мы неплохой парень но но нехороший ну просто мужик которую жизнь поставила в тяжелое обстоятельство это кто? это Рикки в Хлэн Лайф Инвайдер бро я знаю это ты деактивировал Джея приятель вообще не понимаю о чем ты говоришь братан твои дела меня не касаются когда народ стал влечить величать Джея богом он страшно возгордился а ты похоже доказал что он обычный смертный когда проект одобрил начать саддал его в Бурунде и теперь моя акция гроша ломаного не стоит очень жаль мне работа нужна и тут я подумал может ты что-нибудь подкинешь я ведь умный тебя ведь я смог разыскать думаю ты да если что-нибудь подвернется я тебе позвоню но у нас же есть уже Лестер он ищет для нас информацию Господи Майкл ты похож на бомжа надень что-нибудь поприличнее чтобы начать задание переоденьтесь в строгий костюм у себя дома или в элитном магазине а у меня... тем скорее ты переоденешься тем скорее мы разбогатеем бац чё там чё там происходит полиция гоняется скидывая костюм костюм ближе чем дом у нас деньги то есть на костюм или так есть мнение что мы тут сможем проехать а фигу это под мостом тачка-то не казенная надеюсь костюмы у них по распродаже какие-нибудь подешевки найдутся если нет то придется домой ехать в целом игра пока нравится я так понимаю что на самом деле по задумке 90 процентов удовольствия это вождение автомобиля и смотрение на них снаружи но мне нравится от первого лица гонять от третьего я как-то тупее ага вот они дверцы и мальчика вроде нормальная драты тебя привет амиго девушка мне бы костюм у вас что-то костюмов я не вижу пляжное все но я летят а вот смотри и деть колотить костюмы это обувь а костюмы почему тут прислоняться то чтобы костюмы увидеть рубашки шорты да мне костюм нужен костюм чё было рубашки пола нет домой бы быстрее съездил там какие-никакие пожеванные были тем не менее тем более распродажа ну вон вон тот цвета морской волны обувь кстати в обувь чем он сейчас короче костюмов нету домой поехали обувной какой-то попался аста ловись то но по пути есть еще магазинчики зимчики и Играет музыка. У него, кстати, машина хорошая, такая управляемая. Ну вот, вот это уже похоже на магазин с костюмами. Дратуйте. Спортивная одежда. Костюмы. О! Прямо сразу в точку. На что, подобрали размер? Да, мы сейчас с цветом определимся. Там такой бы прикольный пиджак. Вот этот неплохой. Вот я не знаю, костюм. Вы, говорит, лучше ничего больше ни где не найдете. Я нашел, все хорошо. А вот, кстати, насчет обуви приличного не говорил. Замшевые туфли, да, к такому костюму. Самое то. Черные лоферы. Сейчас быстренько пробежимся. Вот эти нормальные. Вот эти мне понравились. Мы, говорит, вещи обратно не принимаем. Возвращайтесь, говорит, еще. Посмотрим, как ваши обувь и костюмы будут носиться. Мужик, не поверишь, я сам почти испугался. Почти успел, вернее, испугаться. Чувак, говорит, тебе повезло прям. Никакого везения. Вот ей повезло сейчас. Я еще единственное не понял, когда машина повреждается, менять или что-то в поведении. Тяга вроде бы уменьшается. Вот именно подвеска, когда мы в гонке гоняли, там тоже было ощущение, что изменяется она. Дарнелл Бразерс. Подошел костюмчик. Кино началось. Что за дыра? Швейная фабрика. Мне нужно было свое дело, которое не требовало бы от меня ничего, кроме уплаты налогов. Слушай. Ну, что ты задумал? Священный Грааль. Федеральное хранилище. Они говорят, его невозможно ограбить. Ну, по крайней мере, ни разу не удалось до сих пор. Я одному мексиканцу должен 20,5 миллиона долларов, так что мне не за шуток. Мартин Мадрассо. Мартин Мадрассо. У него, говорят, скверный характер. Когда мы познакомились, он был весьма любезен. В общем, что думаешь? Либо мы берем банк где-нибудь в глуши, либо магазин. Что выбираешь? Ну, магазин обычно проще. Но мне нужно больше денег, много. Когда поехали в Ванжелико, купим обручальное кольцо. И нам понадобится команда. Ну, пару ребят у меня есть. Старых знакомых уже нет. Моисей, как не смешно, перешел к кресту, а все три ларонские психи куда-то исчезли. А ребята с юга их всех положили, скорее всего. Один был, из восточной Европы. Светился в Либерти Сити одно время, но... залег на дно какое-то время назад. Ну, и так, нам нужна банда. Контакты в ЛСАНТОСе у тебя есть? Есть, но люди ненадежные. Придется выцепить других парней. Магазин находится в Литр... Роб Килдс. Твои дружки из ФБР знают, что ты снова в деле? Не понял, про каких дружков речь. Я тут почитал программу защиты свидетелей. Твой случай не похож ни на одну из них. Начнем с того, что они не оставляют свидетелей в особняки... не садят, вернее, в особняки по нескольку миллиону долларов. Может, они решили, что это будет самое лучшее прикрытие. Мало кто из свидетелей живет и измечательно переводит пятизначные суммы. Конечно, деньги ходят туда-сюда, отмываются разными способами. Но каждый месяц агент Дэйв Нортон, белый, средних лет, разведен, непримечательная карьера за исключением одного эпизода. Именно он уложил в перестрелке известного грабителя Майкла... Да-да-да-да, Лестер, ты меня восхищаешь. Слушай, погремим в этом в другой раз, ладно? Возьми очки. Со зрением все в порядке. У них встроен фотоаппарат и рация. Я буду руководить операцией из машины. А ты в магазине допудешь то, что мне нужно. А где взять? Будем считать, что взяли. Я упустил момент. Он выплачивает постоянно агенту какую-то сумму? Или это он сам агент? Прикрытием бывшей. Пешеходы интересно звук слышат. А он не будет переходить, если я пипикну? А, на той стороне магазин. А мы тут ночью были. А, вон. Ну, прибыли. За дело. Направляйтесь в ювелирный магазин. Нажмите Е, чтобы включить скрытую камеру в очках. Нажмем, когда зайдем. А, сделать фото, ясно. Кутите. Ты меня слышишь? Угу. Нам нужны фотографии и система безопасности. Сигнализация, вентиляция камеры. Так, должны быть наружные камеры. Это освещение. Ну, допустим, нет у них внутри ничего. Благодарю. Добрый. Шанцовь сигнализация на стене, слева от входа, рядом с дверью. Вентиляционные шахты и камеры. Давай, давай. Сфотой. Это вентиляция. Ищи камеру и сигнализацию. Система наблюдения, вентиляция. Теперь мне нужна сигналка. А вот сигнализация. Отлично, теперь поговори с подальщицей и узнать, есть ли тут еще что-нибудь. Добрый день, красавица. Мне нужно выбрать кое-что для своей второй половинки. Ну, для одной из них. Сэр, мы непримерно что-нибудь вам подберем. Расскажите, какие у нее вкусы. Любит дешевку, слава богу. Но мы не о моей жене сейчас говорим. Даже не знаю. Много не хотелось бы тратить, может быть... Десять тысяч. Наши кольца от восьми до двенадцати. А эти штуки точно хорошие? Или я просто плачу за логотип? Нет, наши камни идеальной чистоты. Золото, камни 18 каратов, платина, 950 пробы. Ну... Кажется, вы меня уговорили. Я сейчас пройдусь, все посмотрю и вернусь к вам. Спасибо, сэр. Спасибо, сэр. Нужно посмотреть, где выходят наружу трубы вентиляции. Наверное, нужно объехать. Давай быстрее, нам нельзя привлекать особое внимание. Дегай по улице, я себе... Как раз и привлекаю внимание. Прокатись, говорит, вокруг квартала и посмотри, где можно найти дорогу на крышу. Я вижу по карте, что за логотипы стретиста. Поехали туда. Залезьте на крышу. Поддерживаю связь со старой группой. После твоей смерти или исчезновения кого угодно из вас ничего не связывало. Видел кого-нибудь после этого случая? Какое-то время приглядывал за ним. Должен был убедиться, что он не обвиняет меня. Как он справился? Уехал на северо-восток, юг, запад, в любой городе можно относить дрибь с дивинной лавки. Где похоронен? Я вижу лестницу. Попробуй меня забраться. Похоронили? Не слышал, что он умер. Ну так он, наверное, уже крякнул. Как думаешь? Передоз? Пуля? Может? Непознанные губнильные остатки на автостраде? Знали бы, что он за псих. Я на крыше. Мне нужно знать, откуда берется воздух, который поступает в вентиляцию. Поднимитесь на возвышенность и сделайте вниз к фотографии. Так. Ну вот эти, наверное. нам надо знать, где они начинаются. Ну, наверное, еще выше надо. Нет. Я снимок со спутника достал. Похоже, самая высокая точка находится... Там где-то сейчас находишься. Сделай туда несколько фотографий. Я, говорит, кажется, вентиляцию вижу. Так. Так, вижу маленькую вентиляцию какую-то. Нам нужно сфотографировать систему вентиляции ювелирного магазина. Открылся за стеной, так что поднимись повыше. Он говорит, это вентиляция, но не та, что нам нужна. Ага, оба, вон еще лестница есть. Может, вот это? Более выгодный ракурс нужен лезть выше. А так? Не тот угол. Ну ладно, попробуем дотуда долезть. Лезет? Да и лайт вспомнил. Теперь можешь сделать снимок системы вентиляции. А, вот, где надо. Большой ящик на крыше. Не, не, кондиционер на крыше. Все, закончили. Снимок пришел с вентиляцией на крыше и разобрался. А, вот она. Возвращайся, пока кто-нибудь не увидел чувака, который лазит по крышам в пиджаке в костюме. Сюда мы как забрались. Еще немного и ты все дело завалишь. Иду я, иду. Значит, кто еще оставался? Тревор. Может быть, живым еще. Все, успели. Забирай свои очки. Возвращаемся на щельную фабрику. Я уже им звонил, сказал, чтобы они начали готовиться. Ну, что удалось заметить? Особо препятствий никаких нет. Вроде простой набор. Камеры передают данные на удаленный сервер, можно вырубить на расстоянии. Охранники у двери не станут рисковать головой из-за богатых выростков, которые пичат нос миллионами. Сигнализация подключена к дверному замку, если ее грамотно взломать, у нас будет достаточно времени. Еще что-нибудь? Ну, самые ценные товары хранятся под стеклом в центре магазина, у касси. Я бы оттуда начал. Стекло не бронированное, значит, что разбить его легко. А драгоценная стена на ночь кресла запирает сейф. То есть будем брать днем? Верно. После переплатки золота и огранки камней. Прибыль верная. Плохо, что нельзя войти после закрытой вентиляции, была хорошая мысль. Но мы ее сможем использовать, у меня есть идея. Меня тут один парнишка выручил, можно было бы его взять. Я с любителями не работаю. Он не совсем любитель. Вернее, любитель, но весьма одаренный, почти как профи. Лестер звать. Ну, если головой за него отвечаешь. Видимо, можем взять. Нравится мне город, солнце все время. Я предупредил. Вот фотографии. Мои сотрудники работать умеют. Так, давай-ка я их разложу. Приятно видеть, что твои методы не изменились. Ну, надо же как-то понять, что мы делаем. Группы, роли, подготовка. Не хочу оставлять улики на жестком диске. Так что там методы, да, не изменились. Это признак мастерства. Что ж, зато могу представить все варианты. В этом я профессионал. А вот принятие решений, твоя работа, друг мой. Ну и так. Вижу два способа сделать, элегантный или тупой и шумный. Помнишь вентиляцию? Если мы будем умным, закричаем усыпляющий газ с системой вентиляции. Затем вы очистите витрины, пока все будут спать. Конечно, придется раздобыть газ, но зато не потребуется тратить время на стрельбу и успеть набрать столько, сколько вы сможете унести. Прикрытие – служба дезинфекции, так что вы сможете ходить туда-сюда. Но вам придется раздобыть фургон, если уберешь тупость, по собственному добиться твоего знаменитое обаяние и четыре винтовки. Мы не можем их купить, если шпехать слетят. Это очень заковыристо все, поскольку именно это оружие предпочитает связан с LSD, и вы стоит поискать полисио всех фургонов. Хакер отключит видеокамеры, длительность отключения зависит от его способностей. Во время включения тревоги выбранный табу водитель раздобудет несколько байков. Вы выходите из здания, уезжаете по новому тоннелю метро, который копает шоссе Дельфьера. Потом вы отрываетесь от копов, встречаетесь с грузовиком на... Ладно, обход обеспечит мой пацан, Франклин, он отлично водит байк. Но если ты ручаешься за него, я готов признать. Так что думаешь? Лавнится через главный вход или есть идеи получше? Стало мне осторожнее, старостный лет. Хорошо. Выбирай подельников с учетом тактики. Видится, чем лучше кандидат, тем больше его доля. Водитель, он отвечает за байки с прохождением тоннелей. Не понял. Выберите водителя. Он же как он Франклин будет. А их тут всего два. Крим Дэнс. Эдди То, можешь рассчитывать на то, что он вас всех вытащит в случае чего. Теперь пушки. Хотим провернуть дело в тихую, так что они погоды не сделают. То есть можно взять человека... Не очень. У него репутация дурачка, но может быть полезен. Теперь хакер. На дело с нами не пойдет, но лучше, чем он сработает, тем больше у нас будет времени внутри. Знание системы, десуфровка, скорость доступа. Пейдж Харрис. Нравится мне? Харрис хороша. Женский подход найдет все черные ходы. Точно уверен? Ну так-то да. Отлично, я занимаюсь фургоном, службой дезинфекции и усыпляющим газом. Потом с вами свяжусь. Я тебе позвоню, когда все будет готово. Мне нужно идею как-то команде преподнести. То есть моя репортация уже не котируется? Майкл, ты мертвец. Я тебе потом позвонил. Разведка ювелирного выполнена. Телефон. Франклин. Эй, what's up? Как дела? Привет, это я, Майкл. Чё стряслось? Слушай, мне нужны деньги, чтобы заплатить за дом, который мы разнесли. И я набираю людей, ну, сам понимаешь, для чего. Денег будет мало, дело будет рискованное, зато ты сможешь кое-чему научиться. Но это не самое лучшее предложение работы на моей памяти. Но с чего это там надо начинать? Вот именно. Может, когда-нибудь ты сам будешь предлагать новичкам работу. В общем, мне ещё надо всё как следует подготовить, так что пока подожди. Мой приятель Лестер связься с тобой, расскажи, что да как. Ну, пока нет, что-то особо у него. Психотерапевту можно съездить ради смеха. Пойдёмте съездим. Квин играет. Нас, по-моему, грохнут за это. Крэд. Не успели. Ты же не успеваешь, чудила. Все проехали, он такой сзади. Волокётся. Окна возможности закрывается. Мотоцикл. Нам нужен мотоцикл в этом городе. Вот для таких поездок не обязательно. Фигаси автобус. Эй, не-не-не. Ну, хотя бы так. Машина прикольная, но её в занос поставить тяжело. Без раскачки. Ну, зато она в заносе хорошая. Не, жопа не улетает. Блин, приятно ездить. Мне просто интересно, что он этому моему психоаналитику скажет. Как это будет выглядеть в его нынешнем состоянии в нашем. Так, это, по-моему, пешеходная улица. Так, это, по-моему, пешеходная улица. Это оно? Не, наверное, там с обратной стороны этот жёлтый кружок. Знакомое место, кстати. Мне отсюда или мы тачку ввели? Заходите, Майкл. Спасибо, док. Как дела? Хорошо. Да дела идут неплохо. Ну, на самом деле ужасно всё. Но ничего, что прям ужас-ужас. У меня была обратная реакция, или как вы там это называете? Отреагирование. В чём проблема состоит конкретно? Док, со мной не очень всё. Вообще всё из рук валится. И дела не очень. Расскажите. Я плот погрязнулся, док. Погряз просто в дерьме, док. Знаете, с того самого дня, когда я снес с холма дом мексиканца, я только и делаю, что граблю, убиваю. Связался со своими старыми приятелями. Нашёл нового напарника, парнишку. С таким же наклонностями, как у меня. Понимаете? А теперь всё выходит из-под контроля. И я выбора этот не делал. Я просто понимаете, жизнь перестала мне принадлежать. Это очень похоже на отрицание Майкла. И это меня очень тревожит. У вас возникли другие жёсткие потребности, друг мой? Я контроль над собой потерял. Док, думаю, у меня дисбаланс или чего-то такое. Знаете, вот я сейчас один человек, а через минуту совершенно другой. другая личность. И вы чувствуете порой, что не несёте ответственность за свои поступки. Это отрицание, Майкл. Нет, док, вы не очень разобрались. Совершенно ошибки все. И я не стараюсь быть идеальным. Хорошо. А как насчёт вашей сексуальной жизни? Да всё нормально. Меня посещают разного рода идей, но я в порядке. Проблем особых нет. Дурные мысли меня. Всех посещает, Майкл. То, что вы не воплотили их в жизнь, вас гнетёт. Док, я просто сам не свой сейчас. Жизнь пошла под откос. Вы склонны к деструктивному мышлению. Да не думаю, что это так, док. Мне не особо нравится происходящее. Меня преследует страх насильственной смерти, но я почему-то всё время попадаю в ситуации, когда меня хотят убить. А как же люди, которых убиваете вы? Ну, я же не для забавы это делаю. А вы уверены? Вы это что имеете в виду, док? Что я психопат, обожающий страдания от других? Или социопат, которому насрать на все правила? Мы ведь это уже обсуждали, правда? Я не такой, я просто разжиревший бывший спортсмен, который никак не может въехать, почему карьера школьного футболиста закончилась не так, как он ожидал. Я стреляю, только когда мне в руках ствол, а за мою голову объявлено награда. Майкл, вы все время оправдываетесь? Вы считаете себя неудачником? Я вам плачу, чтобы разговаривать с вами о своих проблемах. Я богат, но я несчастен. Дети меня терпеть не могут, жена мне изменяет. док, я убиваю людей без всякого желания. Я типичный житель Лос-Сантоса. Кстати, вот же в чем дело, кажется, я начинаю прозревать. Я думаю, я знаю, дело в том, что я боюсь, что я... я думаю, что да, но понимаете, время наше истекло. Увидимся в следующий раз. О'кей. Ош. Додик. Додик 496. Обращайся с машиной, Додик. Мы тебе денег отвалили уже на три таких. Наверное, нужно на Франклина переключиться, что ли? Потому что Лестер сказал, что типа вот готовится пока. Обычно это обозначает, что нужно другую часть сюжета пройти. Как машину сохранить? Я бы на такой погонял их чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой. Мы не успели на развязку. Нет пока заданий. Вот это вот непонятно, что такое. Но попробуем. Надо убедиться, что зеленое это для Франклина, а не общее задание. не понял сейчас, как он меня догнал. Сори. Причем хорош, он раскакивает под носом машины. А, иди сюда. А, это это опять. Давай, кто не тебя приласкает. Я ничем не болею. Ты со мной, все в порядке. Чистота и безмятежина, как капля росы. Теперь понятно. Чё за херня, чувак? Чё за херня, чувак? Так, это Тоня, вот это непонятно, что. по-быстрому посмотрим. Это побочное задание. Блин, там этот, наверное, гонщик опять стоит. А мы на своей машине, на этой вот можно погоняться, она нормально прет. Посмотрим. Наверное, гонщика пока не выиграем, так и будет там торчать. Жаль, не сохраняются повреждения, не нужно заезжать их чинить. Четвертый, по-моему, мы заезжали и мыли, и чинили. И тить колотить. Блин, досмотрелся в навигатор. Извините. Извините. Надо штурм у нас с собой возить. Слегки, так сказать, несется. Потому что надо смотреть или на дорогу, или на навигатор. Денег-то не прибавляется, ни вооружение не заехать, никуда. Жилетик бы я купил. Да, это очканавка. Попробуем еще раз, че уж. Надо его обогнать как... Раздобудь автомобиль. Есть. Помилка, но ничего. Стопытка номер FEN. Но она валкая. Максимально аккуратно попробую проехать. Я лечу его, иммигранты. Ты обманк! Ты не черный, Брэнклэн. Я не могу не смеяться ковы, билеты, женщины. Но, наконец, вы планируете уже. В нуле вы сестры на deck. Мы будем защитить его на Clarkeмед. Скоро. Сан-Андреас в большом состоянии. Мы не обманываем людей за слишком много времени. Я не обманываю, я тебе все подниму. Я буду страдать дефицит, как я использовал плохие. Выправил меня, Джон Крэнли. Это сообщение перед передома Джон Крэнли, подсоединяя. Релай! Ты куда ты подошел! Будет астероид в небо на следующей неделе? Все, сейчас просто пропенсионерить круг, никуда не врезаясь. Санкт-Петербург, сентуис, волну, и не врезая фрукта. Счастники warnят, что застолиет вы проживаете 20 миллионов миль. Что они говорят, что очень, очень близко! Джонет Адамс говорит, что она так рада, что государство собираетесь collecting документы и читать имя и меседжетные документы. Если это не было для этого, она может быть виноватым. Я не могу сказать, что... Крэнли, я не могу сказать... Не могу сказать... ...вот читать... 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 Кажись Виннор... Кажись! Еще один поворот... Нееет! Это должен был быть финиш! Призовая игра Субтитры создавал DimaTorzok Четыре поворота хватило, чтобы обогнать Но я настолько весь в вождении, что я трассу не могу никак запомнить То есть фрагментами запоминаю Вот связки поворотов не вовремя подлетели Да что такое? Почему он не отворачивает? Вывернул руль, гасил назад, а он вдоль этого рельса прилип Сколкайся с ними тут Чтоб не закрутило Он даже скорости не потерял Проехал сквозь нее и все Да я поверачиваю же Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот теперь чисто Я не понял Посменная работа выполнена Хоть значок этот исчезнет Не будет нас В заблуждение вводить А не, не сюда Ладно Что она на этот раз задумала Отлично выглядишь парнишка Иди сюда, дай-ка на тебя взглянуть Ты что, все время вдолбанная, что ли? Да пошел Ламар Ну то есть Франклин Или как там, без разницы Порой не все знают, что ты стал гламурным типом Если гламур означает то, что я теперь не курю Как в 92-ом То да, все верно Что ты говоришь? Извини, я сама своим мыслям У Джей Би дела не очень Нужна помощь Нигер, нам нужна помощь Всем Что сделать надо? То же, что и раньше Нужно немного помочь с эвакуатором Для такого мужчины, как ты-то пустяк Я-то помогу Но тебе пора завязывать У тебя крыша совсем съедет Ну и что, где твоя машина? Ты никогда не мог отказать Фрэнклин Мои мозги еще не совсем Спеклись Не начинай Мы с тобой не мутились 13 лет Но в тот вечер ты стал мужчиной Все нормально, парень Опять пропустился Ага Это соседние ворота Это грузовик Ты знаешь, что сделать У меня такое ощущение, что однажды мы чью-то не ту тачку увезем просто Не можешь просто так В одинаковых задания Залезай, время Не будем пинуть Гудот на месте Диспетчер, что у тебя там? Диспетчер 10-4 на связи У нас недорожник без наклейки Припаркованный На стоянке инвалидов Дерните его туда, как поняли Как поняли, так и поняли Я смышленая Жи-би все еще болеет Я точно тебе нужен? Вроде ты соображаешь, что делать Во-первых, я не могу водить грузовик Во-вторых, это не женское дело Тоня, ты прям феминистка прирожденная Типа, как твоя тетя Я на днях видел, как она притворялась, будто бегает в трусце Велела Лопила какой-то бред Она совсем с ума сошла Ну вот тут я с тобой соглашусь И знаешь, что у меня есть квалификация У меня сертификат космолога Так что мои ногти я никогда не видел Ты же теперь в космос полетишь Ты всегда считал умнее всех Помнишь среднюю школу Дэвис? Ничего ты там не научился А тебя на математике на улице учили? Космолог она Ага, ну фигня, мы и так проедем Я надеюсь Да, вроде проедем Нам же даже по идее деньги не платят За то, что мы тут раз эвакуировали Ага, вот здесь Тихо, тихо Тихо Когда сюда ехали, еще думал Проверить, интересно, колонка Разбивается, нет? Разбивается Это G Джип Волокем? Нет Попробуем от первого лица Да ладно, я только на минутку встал Так оно и бывает На минутку встал А потом у тебя трое детей Извините Так что ты еще легко отделался На какой работе, на такой работе новых друзей не заведешь, так же? А ты думал, я занимаюсь конфискацией тачек? Точно Та же херня, только получше Это честный заработок В наше время такое не часто встретишь Заработка я еще не видел Джей Би должен наконец взять себя В долю Джей Би сейчас тяжело Тяжело сидеть на жопе и курить Мне нужно отрабатывать за него Говорят, компанию хотят продавать Но вы хозяин Плохая новость для водителей без прав А Джей Би обменял свое удостоверение на Пушку Это проблема, я понимаю Значит, поможем Гайсборнишку Я же здесь Я тому Воротишке же 20 лет помогаю Она, кстати, права действительно Работа-то законная Она говорит Ты шо, где тоже занимаешься Отъемом тачек? Ну он такой Ну это был законный бизнес Она говорит Вот ты у меня законный Только прав нет Водительских Ну и че это? Понятно Давай, говорим А, там 2 ворота есть Открой Фокусируйся, говорит На своем Заду Не на моем Игра слов То есть Франклин, я тебя отблагодарю Ты же знаешь Еще увидимся Да Еще одно Одолжение А че мы не бросили машину А, надо было сначала опустить Девочка, даже не спрашивай Джейби опять не может Упоролся В нулину Козел Не то слово Сама-то как? Не бросил своего пижона Скарсона и Веню Да Андреа Да ладно Это сестеринка бывшего Ларонды С этой девкой Кто только не спал Че с парнями Вообще такое Ты им сам у меня Откудаешь Они за этой шлюхой бегают Вот точно сестра Никогда не понимает Как у них сокровище Пока не потеряет Хорошо Позвоню позже Сяо, тебе повезло Постоянно проходят Какие-нибудь гонки Если интересно Езжай на место встречи Сяо Где моя медаль Повезло Ладно, хорош на сегодня Поедем-ка мы Домой-ка Поедем-ка А зачем гараж нужен? А у нас денег нет Наверное на гараж Домой-ка Проведем вечер в пучинке автомобиля, хотя скорее утро уже. Ба, все на месте. Ладно, эта машина наша, ее не заберут. А тут и фаер-леди, и мотик. Будем иметь в виду. Это у меня фото. Чё, ты как тут? Застрял, наверное, весь газон. Еще одна куча. Тебе нужно тренироваться так, чтобы сразу соседей. Пошел за нами. Кто фото? Чё за фигня? Чоп, сюда. Пойдем к соседям. На ужайку сбегаем. Вот тут и гать. Радость. А как его там погладить или еще что-нибудь? Чоп, домой. Да, еще один безумный день. В Гост-Сантосе. Опять какую-то одежду все время нам подсовывают. Не ту, которую мы выбирали. В общем, дела крутятся. Посмотрим, что там выйдет с ограблением магазина. Проще, по-моему, было вломиться. Но с усыпляющим газом интереснее. Посмотрим, насколько быстро приготовится, когда это будет ограбление. Но в целом, ощущение есть, что мы продвигаемся по сюжету. Это радует. В общем, на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Удачи вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok